Всем привет, на связи МК. Ноут на RTX 3060 стоит примерно как одна десктопная видеокарта. Майнинг и дефицит сделали эти устройства логичным выбором. Сегодня на примере HP OMEN 15 2021 года я коротко расскажу, как выбрать игровой ноутбук, какие бывают подводные камни и как не переплатить и не ошибиться. Поехали! Итак, первое, с чего всегда, абсолютно всегда нужно начинать выбор игрового ноутбука, это дискретная видеокарта. В нашем случае установлена Nvidia GeForce RTX 3060. И вот тут производители подготовили самый главный подвох. Мобильных карт трехтысячной серии существует великое множество. Можете поставить на паузу и изучить эту табличку. Как видите, только RTX 3060 целых 11 штук. 11 совершенно разных видеокарт с разницей в производительности в полтора раза. Поэтому первое, что вам нужно выяснить, видеокарта с каким теплопакетом стоит в ноуте. Перед покупкой можно попробовать найти эту инфу на сайте производителя, ну или узнать в обзорах. Устанавливаем GPU-Z и смотрим на частоты. В нашем случае это 900-1425 МГц. Теперь заглянем в табличку, получается это 80-ваттная версия. Мобильная RTX 3060 поддерживает все новые технологии, вроде трассировки и сглаживания DLSS, а таких игр уже больше 55. Как наша карта с ними справляется, посмотрим позже. Далее смотрим на связку с процессором. Прошли те времена, когда игры были не требовательны к CPU. Четырехъядерные процессоры можно считать лишь базовым уровнем для простых видеокарт RTX 3050 или 3050 Ti, а для RTX 3060 нужен уже быстрый шестиядерный CPU. Ноут на тесте работает на шестиядерном AMD Ryzen 5 5600H, умеющий обрабатывать 12 потоков на частоте 4,2 ГГц, имея стандартный для игровых лэптопов теплопакет в 45 Вт. В Cinebench R23 он набирает почти 8500 попугаев в многопоточном режиме. В одноядерном он тоже хорош, в бенчмарке CPU-Z почти 4000 баллов. Это, к слову, уровень десктопного Core i7-8700K. Но важно понимать, что для того, чтобы процессоры видеокарта нормально работали, ноутбук должен иметь серьезную систему охлаждения. Если вы не хотите, чтобы через пять минут игры ноутбук начинал троттлить и потеть, внимательно изучаем систему охлаждения нужного ноутбука. В случае с HP Omen мы имеем два больших вентилятора, три теплотрубки и полное покрытие радиатором всех греющихся элементов материнской платы. На ее эффективность посмотрим в играх. Забегая вперед при установке на максимальную производительность в программе Omen Gaming Hub, вентиляторы начинают заметно жужжать, выдавая 48 дБ в максе. Хорошо слышны 5000 оборотов в тонком корпусе. К слову, под задней крышкой помимо ОЗУ прячется M.2 SSD от Hilux с объемом 512 гигабайт, прикрытых медными радиаторами. На мой взгляд, это минимальный объем для игрового ноутбука. Игры нынче весят уже под сотку гигов. В тесте Crystal Disk Mark мы получили 3,5 гигабита в секунду на чтение и 3 на запись, что можно назвать очень высоким уровнем. Если 512 гигов нам мало, есть второй M.2 разъем. Обращайте на это внимание при выборе. Идем дальше. Оперативная память. Тут тоже важен баланс. 8 гигабайт уже маловато, а 32 для игр едва ли понадобится. Поэтому 16 гигов – золотая середина. Ее всегда можно потом докупить. Узнайте, есть ли свободные порты. Стоит помнить про то, что ОЗУ должна работать в двухканальном режиме, который вдвое увеличивает пропускную способность. У нас тут 16 гигов двумя планками с частотой в 3200 МГц. Это дает отличную пропускную способность в 45 гигабайт в секунду на чтение и 37 гигабайт на запись. Важный компонент ноутбука – это дисплей. Забудьте про ТН-матрицы, только IPS. Высокое разрешение тоже лезть не стоит. Толку от 4К на 15 или даже 17 дюймах не будет, а вот производительность в играх снизится катастрофически. 15 дюймов компактнее и легче, 17 удобней, но дороже и тяжелее. Высокая герцовка – хорошо. Мобильный RTX 3000 достаточно быстрый, чтобы в киберспортивных играх типа CSGO или Fortnite выдавать более сотни FPS, да и работать за таким приятней. У нас здесь 144 герцовая 15,6 дюймовая Full HD IPS матрица, матовая со средней яркостью в 300 кандел на квадратный метр. Ну и наконец порты. Мощные лэптопы обычно ими не обделяют, у нас тут тизернет актуально, если вокруг пару десятков сетей Wi-Fi, 3 USB 3.0, 1 USB Type-C, HDMI и mini DP и, о боже, слот для карт памяти. Хорошо, что в HP помнят, что быстрые ноутбуки покупают не только, чтобы поиграть. Но поиграть мы любим, давайте посмотрим, на что способен новый HP Omen. Еще раз напомню, что нельзя переносить его результаты в играх на другие лэптопы с RTX 3060, только на те, у которых аналогичная 80-ваттная видеокарта. И начнем мы с киберпанка. Игра точно не эталон для тестов, однако сюжетная и графическая, и для любителей жанра она хороша, и способна нагнуть многие игровые ПК. Итак, даже на высоких настройках графики с трассировкой лучей и умным сглаживанием DLSS, ноут выдает 50-80 FPS при быстрой езде и больше 60 при пеших прогулках. На средних настройках в киберпанке FPS стабильно выше 60. Напомню, сглаживание DLSS позволяет восстанавливать картинку из низкого разрешения в высокое, благодаря работе нейросети. Трассировка лучей требовательна, поэтому стоит включить умное сглаживание, которое возвращает потерянный FPS. Внимательные уже заметили, что температура процессора временами доходит до сотни градусов, и это в режиме максимальной производительности, когда вентиляторы молотят на полных оборотах. Для таких компактных решений это в порядке вещей. Никакого негативного влияния на производительность замечено не было. Ryzen 5 5600H использовал турбо-буст, разгоняясь временами почти до 4 ГГц. Троттлинга не было. Сильнее всего ноут грелся сверху справа. Кнопки WASD остаются максимум теплыми, а горячий воздух выдавается назад. Так что если не включать мониторинг и не играть на коленках, возможно даже не узнаешь, что на процессоре можно вскипятить чаек. Смотрим, что будет дальше. Стандартная версия метро исход с двумя дополнениями. В Full HD с высокими настройками графики и трассировкой лучей можно получить в среднем около 60 фпс. К слову, о 144 Гц матрице. Как себя чувствуют на ноутбуке киберспортивные игры? Apex Legends. Выкручиваем все возможные ползунки вправо и смотрим. Фпс нередко упирался в максимальные 144 кадра и даже при приземлении не падал ниже 90. Так что играть максимально приятно и комфортно. Вторая тоже бесплатная Call of Duty Warzone. И тут мобильная RTX 3060 снова радует. Все настройки на ультра, включая все пункты трассировки лучей. В игре больше сотни фпс. Обе игры поддерживают технологию Nvidia Reflex. Она позволяет процессору отдавать кадр в видеокарте именно тогда, когда он нужен. Тем самым убирая очередь кадров и снижая итоговую задержку. Ну и свежая польская снайпер Ghost Warrior Contract 2. В ней, как ни странно, вы будете играть за снайпера со всеми вылетающими. Линейный стелс-экшен для любителей заглянуть человеку в голову. Фпс нередко поднимался до сотни и не падал ниже 60. Так что играть очень комфортно. Температуры вы видите на своих экранах. Все тестовые ролики записывались при помощи GeForce Experience напрямую с ноутбука с минимальным влиянием на производительность. Так что если вы планируете стримить на Twitch или YouTube через видеокарту, никаких проблем не будет. Тестовые HP Omen вполне можно использовать как мобильную рабочую станцию. На что еще я бы обратил внимание при выборе ноутбука? Подсветка клавиш. Мне без нее тяжело. Она тут есть. Еще частая проблема ноутбуков — звук. В HP Omen два динамика и аудиосистема Banking Olsen. Звук громкий и четкий, даже есть басы. Конечно, играть лучше в наушниках, но вот смотреть фильмы приятно и без них. Хочется отметить нетипичный аккумулятор. Обычно в игровых ноутбуках батарейка для галочки. Тут батарея на 70 Вт часов. Видео на YouTube работало 7 часов. Это хороший результат. Вот что вам важнее — аккумуляторы, размеры или температуры — тут уже решайте сами. Что в итоге? Наш ноутбук строгий, без лишней подсветки, легкий, всего 2,3 сантиметра в толщину. У него удобная клавиатура с полноценными стрелками. Мобильная, даже не самая мощная RTX 3060 в паре с шестиядерным Ryzen показали себя с лучшей стороны. Максимальные настройки в большинстве игр. Посетовать можно разве что на температуре процессора. В такую жару это неудивительно, в комнате плюс 29. Хотя у Ryzen 5 5600H даже и 105 градусов допустимы по ТТХ. Выбирайте ноутбуки под свои задачи и требования внимательно. Все-таки большие деньги. Стоимость этого ноутбука в районе 105-125 тысяч рублей у партнеров HP. Ссылку на изучение я оставлю в описании. До скорых встреч.